I have ways of blowing things off. Здарова, ребятушки! С вами Аладушки, и с радостью сообщаю вам, что сегодня мы наконец-то сможем покопаться в труппе. Редко какая серия начинается с таких слов, да? Хорошо. Давай отсюда свалим, Куно. Отличная идея, Куно! Давай! 17.25, между прочим, не забыть сегодня, ну в смысле сегодня, не обязательно в этой серии, но после 21 нам нужно обязательно пойти в квартиру к свидетелю и поговорить с ним. Так, хорошо, повешенный тело лежит на земле, посреди останков совершенно размочаленные сосновые ветки. Труп аккуратно уложен на бок. Он тупо ветку сломал. Нормально. Ребят, кстати, смех смехом, но это как раз та игра, которую я реально жду, чтобы записывать, потому что мне интересно, что будет дальше. Она настолько испещрена деталями и разветвлениями, это очень сильно интригует. Я огромнейшее наслаждение получаю, исследуя весь этот мир, так что все круто. Итак, прекрасно утереть слезы. Ну что ж, тело на земле. Порадоваться чуть более сдержано. Утереть слезы, имеется ввиду утереть слезы радости или утереть слезы, чтобы нас второй раз не стошнило от вида данного трупа. Ну хорошо. Мой мудрый учитель по расовым вопросам проделал отличную работу. Такого я никогда в жизни, конечно, не скажу. Ну что ж, тело на земле. Господин Головомер постарался на славу. Лейтенант одобрительно кивает. Сильно поврежденных... Сильных повреждений и переломов нет. Жертва готова к осмотру. Ну, там дополнительные переломы, дополнительные повреждения, дополнительная пуля, которая в нем торчит, которую мы в него выстрелили. Ай, какой ужас. Так, мы с вами продолжаем вкидывать в... Все идет по плану. У нас осталось... Я не знаю, вот эти плюсы, они же на самом деле не плюсы. У нас осталась одна ячейка неразблокированная, и это меня несомненно радует. Так, настоящее художественное образование. Это мне нужно. Пустошь, реальность. Пока что дает минус 2 грубой силы, это минус 1 восприятие. Мне сейчас 1 минус 1 восприятие вообще, в принципе, не надо. Пустошь и реальность. У меня 2 мысли на усвоение сейчас, да? Время исследования 20 часов. Время исследования 1 час 30 минут. Давайте тогда я сначала разберусь с трупом, а потом сделаю минус 1 к восприятию. Ну, как-то будет так логичней. К осмотру. Пройдите вскрытие. Ёхтель-мохтель, вы серьезно? Это мы будем делать? Да, он зажимает нос и... начинает перечислять. Пункт 1. Осмотр. Место преступления. 2. Подготовка к осмотру жертвы. 3. Наружный осмотр тела. 4. Отправка тела в морг. Мы сейчас на третьем пункте. Ну, в принципе, все логично. Энциклопедия. Руководство РГМ по 4-х этапной процедуре на месте преступления. Логично. Ча за фигню они несут? Ну, блин, тебе, твоим отсутствующим мозгом, это не понять, куно. Так что иди. Капы будут щупать жморика. Знаешь, в чем прикол? Твоя подружка гораздо умнее, но она старается быть тупее, чтобы походить, чтобы быть твоей парой. Ну, блин, ладно. У нас нет специалиста по этой части, врача какого-нибудь. Я бы спросил на самом деле. Нет, мы с вами детективы. Почетное звание детектива подразумевает способность выполнять все этапы процедуры в отношении происшествия. От осмотра тела до очистки места преступления и социальной работы вообще все. Ну, я просто в восторге от этого. Почетное, это, наверное, с иронией. Что-то я не чувствую себя детективом. Да, я чувствую себя настоящим детективом. Погоди-ка, почетное звание? Да, это большая честь и ответственность, которая возлагается при повышении достойных представителей нашей профессии в это звание. Обычно это происходит через 5-8 лет оперативной работы. Я сейчас в звании лейтенанта детектива. Вот оно, кстати, да. Да, я чувствую себя настоящим детективом. Вы детектив. Иначе вас бы не назначили на это дело. Итак. То есть, мы такие уже стрелянные воробьи. Хорошо. Лейтенант поправляет очки и делает глубокий вдох. Там, да, насчет глубокого вдоха. Во-первых, что такое наружный осмотр? Мертвец, ответь-ка мне на один вопрос. Валяй, копик, долболобик. Я это все у него уже спрашивал. Довольно. Так, что за осмотр? Будет вам офицер. Он натягивает пару латексных перчаток. Вы знаете, что такое наружный осмотр? Вы сами его сто раз проводили. Вот что ты знаешь. Что самым высоким является потухший щитовидный вулкан. Корпус мунди, достигавший 18.9 километров. Ого, почти 19. В смысле 19 километров? Фига у вас тут. Да, очень сильная альтернативная реальность. Еще, что вышедший в 38-м сингл Эль Пуиз Де Сенг не смог войти в 20-ку лучших. И это стало концом диска. А вот что такое наружный осмотр? Ты понятия не имеешь. Спасибо, энциклопедия. Почему ты ничего не знаешь? Какой от тебя толк? Ты должен быть спутал меня с капопедией. А, то есть ты энциклопедия Остряк у нас. Хорошо. Это кто? Мне нас не поговорить. Это ты. Ты, капопедия. Справочник полицейского. Есть еще одна пара перчаток? К сожалению, нет. Ладно, я поступлю как мужчина. Мне садовые перчатки. Может, они подойдут? Лучше, чем ничего. Лейтенант критически осмотрит перчатки. Давайте сделаем так. Я возьму на себя анатомическую часть процедуры, а вы будете вести заметки. Вот это надо заполнить, да? Показать ему красный бланк для наружного осмотра из своего журнала. Именно, кивает он. Блин, Ким, извини за подставу такую. Ну, черт, я не хотел срулить. Так получилось. Найти. Давайте откроем. Найдем. Мертвец молча наблюдает за тем, как ты открываешь журнал. Ярко-красный бланк заполнен ячейками и пунктами списков для описания состояния, в котором находятся его кожа и органы. Целых три раздела. Я... В самом верху 11 полей, которые нужно заполнить до начала работы. Первый пункт. Ассистент. Начать. Поехали. Это вы. Гарри Дебуа. Труп никак не реагирует на твои описания, но просто лежит на земле. Следующий пункт. Снег пошел, кстати. Пункт второй. Другой регистрационный номер. Ким. КАК. 570803. 0815. Продолжим. Отлично. КАК. Это Ким. Кицураги. 57. Номер участка. Потом дата. Восьмое, третье. И время прибытия на место. 8.15. Он указал в номере свои данные. Не твои. В принципе, я вполне... Я не собираюсь тут претендовать. Он более адекватный тут сейчас человек, чем я. Так что все нормально. Это потому, что он не хочет выдаваться в сомнительные подробности насчет твоих инициалов. Разве неправильно будет указать в регистрационном номере мои данные? Технически я прибыл на место преступления раньше. Да, ты прибыл, но блин, чувак, ты несколько дней гулял в борделе и допился до потери памяти. Я пишу его инициалы. Мне нормально. Дальше. Пункт третий. Имя. Мы знаем его ном-де-гуа. Лили. Это лучше, чем ничего. Запишем его. Лили. Позывной. Что дальше? Дата рождения? Дата рождения. Нет сведений. Пункт возраст. Лейтенант поправляет очки около 50. Скорее, около 40. С такими серьезными повреждениями лучше ошибиться в эту сторону. Я напишу 42. Он кивает. Пункт шестой. Происхождение. Мунди. Мунди. Кожа светло-оливковая. Изола мунди. Никакой определенности. С тем же успехом можно сказать вроде белый. Записать. Распухшая куча студенистого мяса не похожа ни на выходца с мунди, ни на уроженца какой-либо другой области. Пол. Пошла жара с энтузиазмом выпит мелкое чудовище. То есть, смотрите, в чем прикол. Сама игра дает определение для куны мелкое чудовище. Мне это нравится. Так, хорошо. Продолжить. Мужской. Не заглянешь, не узнаешь, мусорок. Записать пошла жара, записать мужской, записать не заглянешь, не узнаешь. Мужской, конечно. Он и на мужчину не похож с разрушенностью, как у беременной животом и неразличимым лицом. Пункт восьмой. Дата смерти. По нашей версии, 4 марта 51 года. Хорошо, так и запишем. Что еще? Он заглядывает тебе через плечо. Пункт девятый. Личность определяна кем. Это неприменимо. Пункт десятый. Номер дела совпадает с регистрационным. Так. Сослушает вас, неподвижно застыв. Это типа его номер дела. Грузовый ремень также еще обернут вокруг его шеи. Остается только один пункт. Признаки манипуляции. Не обнаружены. Во всяком случае, при первоначальном осмотре. А что подразумевается под манипуляцией? Согласен, трупные пятна указывают на линчевание. Не уверен, разве отпечатки обуви не свидетельствуют о том, что сюда его принесли. Давайте сначала поспрашиваем. Что у нас подразумевает Ким под манипуляциями? Посмертные изменения положения тела или нанесения травмы. Ну, вот этот куну урод кидал в него камни. Так. Отпечатки обуви. Им наверняка пришлось его обездвижить и принести сюда. Он, скорее всего, был способен оказать достойное сопротивление кучке обычных докеров. Он кладет руку на грудь покойника, будто готовясь к чему-то. Твоя центральная нервная система узнает этот жест. Это остановка на пути дыхания. Он имеет религиозное, духовное происхождение. Своеобразное эхо преддоларианского похоронного обряда. Это занимает у лейтенанта не более двух секунд. А затем... Пора начинать осмотр. Перевернуть страницу. Так. Труп не чувствует руки Кима на своей груди. В его взаимодействии с окружающим миром больше нет никакого смысла. Бланк с целой кучей пунктов чьится найти причину этого. Ну, давайте смотреть. Результаты внешнего осмотра. Одежда, начинает лейтенант. На покойном армейские ботинки и белые трусы. Производитель белья Бобрудин. Я полагаю, посмотрим. Он поворачивает тело, чтобы осмотреть ярлык. Глянь, что творится! Да, Бобрудин. Дешевые. Размер 46. Цвет белый. Ее развор... Куна. Ее развор... Разочарование можно буквально потрогать руками. Рыжее чудовище явно ожидало чего-то пожёстче. Ботинки керамические. Стекловидная эмаль. Они прикипели к ногам из-за скопившейся крови. Что стекало вниз после смерти. Удалением обуви займутся эксперты в морге. Записываем. На ботинке указан серийный номер. Он выворачивает ногу покойника. Номер такой-то. Узор между пластинами складывается в цифробуквенный код. Вероятнее всего, он скрыт именно... Он скрыт намеренно при создании модели. Хорошо записано. Скрыт. Ладно. Татуировки. Он встаёт так, что тело располагается между его ног. Верхняя часть тела покрыта татуировкой, которая представляет собой единый непрерывный рисунок, напоминающий этнический узор. Он покрывает площадь от правого плеча до области сердца. Чернила синие и белые. У моего ассистента есть цветная фотография татуировки. Она будет прикреплена к делу как документ А1. Фотография сделана на месте преступления камерой Трегат Мини. Записать. Вокруг шеи покойного обёрнута удавка из ремня для подъёма грузов. Цвет жёлтый, длина 3 метра. К противоположному концу прикреплена скоба. Записать. Лейтенант достаёт измерительную ленту. Признаки истощения отсутствуют. Атлетическое телосложение. Рост 1,80 метра. Внешность соответствует предполагаемому 42-летнему возрасту. Тело хорошо сохранилось при минусовых температурах. Записать. Волосы светло-каштановые. Плотность волосяного покрова соответствует возрасту. Лейтенант становится на колено, чтобы рассмотреть получше. На голове покойного заметны лысины. Волосы коротко подстрижены и зачесаны назад. Потрогать волосы трупа, прежде чем продолжить. Записать. Я ничего трогать... Я не хочу его трогать. Чёрт. Ну-ка. Волосы холодные, насквозь промокшие от дождя. Почти как у живого человека после купания. Провести по волосам легонько. Вонь просто невыносимая. К твоей руке прилипают целые пряди волос, похожие на нитки с головы тряпичной куклы. У него в волосах бриолин. Они напомажены и зачесаны назад. Записать информацию, включая бриолин. Это интересно. Хорошо, не зря потрогал. Трупные пятна подтверждают версию о повешенном... А, с повешением. В голове наблюдается застой крови. На голове, груди и бедрах присутствуют таившиеся после смерти следы ушибов от камней, брошенных с низкой скоростью. Хе-хе. Ясно, куну. Чё, блин, с низкой скоростью? Взрывается мальчишка. Думаешь, куна не понимает, про чё вы? Скорость была вообще! Хе-хе-хе. Да. По звезде тут ещё про скорость. Лейтенант даже брови не идёт. Кроме того, на лице, голове и груди присутствуют следы укусов. Вероятно, падальщиков. Записать. Обойдёшься, куну. Трангуляционная борозда. Лейтенант достаёт маленький складной нож. Оттянув ремень свободной рукой, он принимается пилить синтетические нити. Мне кажется, дружище, ты ножом-то не перепилишь. Хотя, ну, может, я ошибаюсь. Вонь стоит просто неописуемая. Через некоторое время становится ясно, что разрезать ткань не удастся. Стальные нити не дыша... Стальные нити не дыша выдавливают из себя лейтенант. Их слишком много. Нам обязательно нужно снять ремень, чтобы осмотреть... Странгуляционную борозду. Понятно. У тебя есть для этого подходящий инструмент. Болторез. О, да, я готов. Хорошо, что у нас есть этот болторез. Достать болторез с прорезиненными ручками. Всегда полезно думать о будущем. А теперь он указывает на стягивающую шею мертвеца верёвку. Продолжить. Нужно разрезать ремень, чтобы осмотреть его шею. Только действуйте максимально аккуратно. Ко, мой мусорок сейчас ему голову отрежет. Грубая сила, 28. Не, нифига. Ко выглядит уставший от жизни. Твой мусорок унылый. Отыскать подходящее место для разреза. Давай так, не силой. Ремень очень плотно прилегает к коже и по всей окружности шеи. Распухшая плоть выпирает из-под него, будто подтаявшее тесто. А, поднявшись. Поднявшееся тесто. Всё логично. Узел это слабое место. В него вполне можно просунуть болторез. Осторожно. Осторожно. Деликатный подход. Два разреза и узел должен поддаться. Вот уже среднее. Если бы мы начали пилить сразу... Та-та-та-та-танк. В смысле неудачи-то? 72% Карл, ты чё? Ты просовываешь лезвие болтореза прямо под узел. Идея кажется неплохая. Да, как-то так. Болторез уже глубоко погрузился в мёртвую плоть. Теперь подверни его, чтобы лучше перехватить ручки. Теперь. Подверни ещё. Ужасный, просто ужасный запах и какой-то хруст. Хватит, режь. Да, зашибись. Расфигач этого... Звездец трубаку. Я ж тебе сказал, хладнокровный тип. Он подходит ближе... Ким подходит ближе и отбирает тебя болторез. Дайте сперва я попробую. У меня есть план. Пусть пробует, пусть пробует, конечно. Он просовывает лезвие в узел и упирает локоть в колено, чтобы сделать разрез как можно более аккуратным. Щёлк. Болторез режет узел. Щёлк. Ремень рассыпается, словно букет цветов, обнажая шею мертвеца и тёмно-красную странгуляционную борозду вокруг неё. Слово не самое простое, если чё. Держите. С этими словами лейтенант отдаёт ей болторез, а затем опускается на колено возле тела. На колени возле тела Ким проводит пальцем вдоль тёмно-красной полосы и доходит до места, где она обрывается. Здесь петля приподнималась, прокомментировал он. Поэтому странгуляционная борозда прерывается точка подвеса в задней части шеи у затылка. С обеих сторон он от странгуляционной борозды. Обнаружены кровоподтёки. Полоса очень чёткая, соответствует следу, который остаётся после падения тела с высоты от 1 до 1,5 метров. Записать. Грудная клетка не повреждена. Лейтенант нажимает на неё. Форма нормальная. Живот выпуклый. Таз повреждён. Гениталии. Он стягивает трусы. Ох, по-моему, сейчас начнётся. Вот, щас, щас. Я, блин, не сомневаюсь. Гениталии мужские. Без отклонений. Никаких признаков повреждений. Записать и продолжить. Я не хочу их изучать. Чёрт. Эта шкуна мне сейчас начнёт тут комментарии совать насчёт изучения гениталий. Я пожалею об этом, да? Пенис мертвеца средних размеров. Припухшие от застаившейся крови. Яйца разного размера. Цвет у гениталии слегка зеленоватый. Вся промежность покрыта мелкими прожилками. Зря я это прочитал. Всё, вообще, зачем я сюда пошёл? Всё, дальше. Спина асимметричная. Не повреждена. Он с трудом переворачивает труп на бок. На верхней и нижней конечностях повреждений нет одного. Однако наблюдается асимметрия. Боевые ранения на правой руке и верхней и нижней частях бёдер. Кроме того, около 30% кожи покрыто большим количеством мелких почти заживших рубцов. Визуальный анализ. От ранений, полученных за 20, а может и больше лет, их расположение и плотность указывает на долг... А, это нам визуальный анализ подсказывает. Их расположение и плотность указывает на долгую и насыщенную боевую жизнь. Шрамов очень много, намного больше, чем у обычных служителей закона. А-а, кивает он. Настоящий музей сражений и воин. Записать. И, наконец, руки. Он поднимает правую руку, мертвеца и внимательно изучает. Затем переходит к левой. Поднять. А, не мешать. Не буду. Не мешаю. Руки не повреждены. Я у нас смотрю запястье. Никаких признаков недавней борьбы. Мы ожидали их найти? Я? Да. Может быть, я их просто не замечаю. Честно говоря, воняет так, что мне думать тяжело. Записать. Ух. Он поворачивает голову, чтобы вздохнуть, но этого недостаточно. Лейтенант взрывается, зарывается носом в руках своей куртки. С внешним осмотром мы закончили. Отлично. Что дальше? Слышишь ты его придушенный голос. Результаты осмотра органов. Идемте копаться. Центральная нервная система. Произносит лейтенант и резко обрывает сам себя. Понятия не имея, что сказать. У нас... А, у вас есть какие-нибудь мысли по поводу его центральной нервной системы? Конечно. Ведь в этой истории, как и в любой другой, должна быть мораль. Нет. Ну, блин. Если из этой истории можно вывести хоть какую-то мораль, то какую? С любопытством смотрит на тебя лейтенант. Мертвец тоже смотрит на тебя, едва сдерживаясь от нетерпения узнать, в чем же состоит мораль его истории. Мозг очень чувствителен к перебоям кровоснабжения. Еще и ачивку за это влепили. Хорошо. Лучший из лучших копов. Думаю, это мораль любой истории. Офицер, ухмыляется лейтенант. Я напишу нет сведений. Хорошо. Опорно-двигательная система. Жидкие продукты разложения вытекают изо рта. Он наклоняется ближе к ротовому отверстию и шури глаза от невыносимой вони. Это не является результатом травмы. Глаза языка пухли, подъязычная кость. Посмотрим. Практически полностью закрыв глаза, лейтенант кладет руку на горло трупа и начинает осторожно массировать. Изо рта покойного вырывается гнилая вонь, а по губам начинает течь черная и густая жижа. Ты слышишь, как под тонкими пальцами лейтенанта что-то хрустит, как старый дом в ночи. Да! Ладно. Подъязычная кость раздроблена. Произносит он через некоторое время. Остальные части опорно-двигательной системы не повреждены и не имеют отличительных признаков. Записать. Согнув спину, будто в молитве, он начинает раздвигать челюсти мертвеца. Дыхательная система, лейтенант делает паузу и напрягает обе руки. В ротовой полости повреждений отсутствует. Часть зубов заменена на протезы, видимо, после боевого ранения. Присутствует отек. Наследистая рта и губ следы кровотечений. Заглянем. Ни крика, ни вздоха, облегчение не раздается из темноты. Здесь влажно. Пахнет отвратительной сладостью. Ни одно живое существо не источает такого аромата. Кажется, что тебя сейчас снова стошнит прямо в рот. Хочу ли я? Черт с тобой. Это непросто. Ты снова... Так, я полечусь. Чуточку. Ты снова ощущаешь привкус желчи на корне языка. Небольшие спазмы и часть содержимого желудка, оказывается, у тебя во рту придется глотать. Просто продолжай осмотр. Внутри тебя встречает темнота. Груда мяса и темнота. Лейтенант опускает челюсть, и она захлопывается прямо перед твоим лицом. На слизистые следы кровотечения неприветливо, повторяет он. Записать. Хорошо, зря я туда заглянул. Черт, меня же поплохело. У меня, кстати, лекарств гораздо меньше, чем физических лекарств. С другой стороны, может, я посплю, и меня потом восстановят. Я не хочу лечиться до конца, пока нет нужды в этом. Он вытирает выступивший пот гепатобиль... Ммм, погодите. Гепатобилиарная система. Нет сведений. Мы ничего не можем выяснить. Лейтенант смотрит на труп со смесью усталости и отвращения. Вы эксперт по гепатобилиарной системе? Гепато значит речь. Значит... А, погодите, это я уже туплю. Гепато значит речь идет о печени. Билиарная, то есть включает желчный пузырь и желчевыводящие пути. То есть печень и желчевыводящие пути. Хорошо. Я так не думаю. Я тоже нет. Нет сведений. То же самое можете записать по токсикологии и сирологии. Нет сведений. Сердечно-сосудистая система. Тело крайне синюшное. Большое количество крови вылилось... А! Скопилось в кистях, стопах, а также в области шеи. Тип отечности подтверждает версию с повешением. Записать. Пищеварительная система. Он облегченно выдыхает. Причувствует завершение осмотра. Это последний пункт списка. Он смотрит на образовавшуюся на земле лужу экскрементов. Логика. Пойдет. И коротко нажимает на нижнюю часть живота трупа. Полужидкие останки переваренной пищи в желудке. Вуаля! Записать. Не упустив. Вуаля. Но опустить. Вуаля. Да. Всю фразу мне не надо. Что следующее по списку? Описание повреждений. Поехали. Посмотрим. Он склоняет голову на бок. Мы имеем следы укусов, кровоподтеки на голове и груди. И стронгуляционную борозду вокруг шеи. Это три точки. Оставьте четвертую для... Чтобы добиться наилучших результатов, необходимо все тщательно описать. А что по поводу повреждений, которые нанесли мы? О! Он глядит изумленно. Мы, значит, нанесли? Ладно, я нанес. Значит, имеется с стабилизируемым вращением снаряд от Кейгель-1, застрявший у трупа в легком. А также след от Болтореза. Он замолкает. Я не стал бы об этом упоминать, чтобы не вносить путаницу. Значит, вернёмся к повреждениям. Повреждениям кивает он. Следы укусов. Лейтенант кивает на голове и груди. Имеются следы от укусов. Это повреждения нанесены птицами. Консультация стоматолога не потребуется. Запишем. А что вы думаете, офицер? Под описанием две ячейки, в одной из которых нужно поставить отметку. Предварительное заключение является причиной смерти. Не является причиной смерти травма нанесена посмертно. Я думаю, вот это. Согласен. Следующее повреждение кровоподтёки. Итак, на голове жертвы имеется кровоподтёк от травмы, нанесённой после смерти. Камнем. Воспаление вокруг повреждённого места отсутствует. Нарушитель, проникший на место преступления, признался, что нанёс травму жертве посмертно. Мы будем про тебя сейчас, мелкий. А скорость была вообще. А также в том, что скорость была вообще. Это цитата. Хорошо. Записать. Голова и грудь мертвеца, покрытые запёкшейся кровью в местах бесчисленных попаданий камнями. Под описанием не является причиной смерти, травма нанесена посмертно. Так, дальше. Закончить осмотр. Погодите, а для чего четвёртое поле? Да так, на всякий случай. Ну, хорошо. Тёмно-красная стронгуляционная борозда вокруг шеи. Разрывы с разрывом в области затылка около 7 сантиметров. Подъязычная кость раздроблена. Шейный отдел позвоночника не повреждён. Кровопотёки на коже с обеих сторон от борозды. Глубина 1 сантиметр. Царапины от ногтей на шее отсутствуют. Записать. Под строчкой две стандартные ячейки, одну из которых нужно осмотреть. Голова мертвеца дёргается в сторону. Он ожидает твоего решения. Вокруг его шеи чёткая полоса. Подумай немного. Время есть. Не торопись. Предварительное заключение является причиной смерти. Ну, то есть, да, его повесили. Наверное, от этого он умер. Вряд ли его сюда принесли мёртвым. Хотя такое, конечно... Ну, блин. Я думаю, что вот это. Это всё. Он через силу улыбается. А мы установили причину смерти. Это небольшое достижение. И остаётся ещё немного вопросов. Но мы хотя бы положили начало. На второй-то день. Под конец второго дня. Ох ты ж ё. Так, он достаёт из кармана куртки плотный комок чёрного пластика. Мешок для трупов. Давайте заканчивать. Объявляю этот наружный осмотр завершённым. Как всё в целом прошло? Ну что ж, мы установили возможную причину смерти. Считается, что в этом заключается основная цель подобных исследований. Что ещё? Спасибо. Мы тщательно писали все повреждения на теле жертвы. Ну что ты ещё скажешь? Учитывая обстоятельства, это был очень профессиональный осмотр. Мы просто за осмотр получили уровень. Офигеть! То есть мы... Ох, это круто. Что ж, отличная работа, миссию детектив. Может, выпьем по этому поводу? Нет, я не хочу пить. Не надо. Подвести итоги. Мне нужна только копия бланка наружного осмотра. Я повезу его в Фабур. Оторвать копия бланка. Отлично. На экспертизу. Лейтенант бросает на мертвеца ещё один взгляд, затем смотрит на лист красной бумаги и у себя в руке снова на мёртвое тело. Это тоже смотришь на труп. Склонив голову. На бок. Три процента восприятия. Я ещё и хотел его не занижать. Ага. Я уверен, что нам удалось узнать не всё. Всегда есть что-то ещё. Визуальный анализ. Тщательно обыскать труп ещё раз. Ну, видите, здесь белый чек. Не трать время попусту. Ты же дурак. Установил возможную причину. Давай-ка я... Да, три процента. Ощупаешь холодное тело... Так, ты ощупываешь холодное тело жертвы, ноги и руки, торс с раздутыми органами. Может быть, надо подойти к осмотру более тщательно. Посмотреть у него под ногтями. Его ногти потемнели, они довольно длинные и обломанные. Под ними грязь. Это всё. Вы думаете, что что-то упустили? Да, я думаю, тут что-то есть. Ну что ж, видите ли... Видите, как посинела кожа? Это Ливор Мортис. Он разлагается. Если мы хотим снова обследовать тело, сперва надо его заморозить и сделать это надо побыстрее. И где нам искать морозильник? Это должно быть что-то промышленных размеров. Давайте для начала спросим у Гарта в танцах в тряпье, а потом у магазине Фрите. У ворот. Если же нам не помогут, голос лейтенанта стихает, он смотрит на Куна. Но только в крайнем случае. Куну в крайнем случае. Фигаль, ты пялишься, очкозавр. Нарываешься. Давно по заднице не получал. Только в крайнем случае. С нажимом повторяет он. Или помнишь кнопки на том домофоне, что на здании рядом с танцами? У одной из них была табличка Ревошоль Айс Сити. Может быть это подсказка? Тогда, наверное, надо поторопиться. Да. Поднимается он. Эту задачу нельзя откладывать. С каждым часом то, что мы ищем, найти будет все сложнее и сложнее. Ага. У нас мысль сформировалась. Гио Лемиен. Мысль завершена. Блин, долго она, кстати. Кстати, у нас плюс один болевый порог. Кислород в крови. Какая скука. Психика. Лимит всех навыков повышается на один. Круто. Скверные новости. Гио Лемиен не стал полицейским. В 1938 году он отправился в турне по провинции Синьяу в Софре, где скончался от аутоэротической асфиксии. То есть, его задушили во время полового акта. Круто. Не полового акта, а аутоэротическое. Ну, то есть, да. Его нашли повешенным на декоративном деревянном драконе в отеле Люксе вокруг. В отельном Люксе. А то я думаю, что за отель Люксе. Ну, ну. Вокруг валялись наркотические принадлежности и вредные для здоровья объекты. А на фоне играла заевшая пластинка с синглом Струна Чудес. Сильви Треймор. Или Треймор. Да, это идеальная метафора Ревашоля в 30-е годы. И да, можешь воспринимать ее как предупреждение. Понял, спасибо. Так, хорошо. Во-первых, сюда мы кидаем вот это. Во-вторых, сюда открываем последнюю ячейку и кидаем вот это. Фух. С этим мы справились. Чему я несказанно рад. Теперь. Будем переходить в умения. Ну, как это все у нас будет качаться, посмотрим. Теперь. Отправить тело на жертву на экспертизу. Как только закончите, отправьте тело на экспертизу. Лейтенант Китсураги позаботится об этом. Убедитесь, что полностью завершили все задачи, связанные с трупом. Как только вы отправите тело на экспертизу, его же нельзя будет вернуть назад. Холодильник нужен. Поспрашивайте о холодильнике. Я думаю, что сначала мы займемся холодильником. Во-первых, их пять. Во-вторых, валим отсюда. Ладно, сначала танцы в тряпье. Между прочим, 18-26. Это как бы дофига. А, стойте. А Айс что-то-то там. Сила воли. Слип стрим. Ну-ка. Неудача. Спасибо, блин. Ладно, придем сюда позже. Стой, подожди. Только истерик тебе сейчас не хватало. Забудь, займись чем-нибудь другим. Так, это у нас там девушка, которая плакала. Ревашу Али Айс Сити. Тишина, никто не берет трубку. Это крайне печально. Да, Ревашу Али Айс Сити у нас отпадает. Идемте сначала поговорим с Гавриком. Как его? Гавр? По-моему, Гавр, да? Его зовут. Ну-ка, сейчас. А, и кстати, давайте с сотрудницей профсоюза поговорим и скажем, ага, твой батя этим всем руководит. Ты Лиззи, Элизабет Мисс Боффор. Советую не тратить время на ненужное расшаркивание и сфокусироваться на своей цели. Тите Харди указывает, она на высокую мужчину устали. Устали, устала. На столе. Хотя она блестяще владеет собой, а что-то в ней шевельнулось во взгляде постановки корпуса выражения лица. Просто так Лео рассказывал про тебя, он вообще любит поговорить. Вы здесь не за тем, чтобы разводить юрисконсульты на болтовню, а чтобы спрашивать этих мужчин. А то, что вы со мной сделаете? Лейтенант, не нравится твой подход. Ну, понятно. Что мы с вами сделаем? Она заливает смехом, холодным и недобрым. Ты, да, ты можешь поржать. Все равно ваши трупы, если мы не справимся с расследованием, ваши трупы через неделю найдут. Так что, ладно. Ничего профсоюз с вами не сделает. Мы не преступная группировка, а трудовая организация. И совсем людей не убиваете. О-о-о, грубовато фыркает из-за стола. Именно что? Если уж на то пошло, это РГМ с людьми делает всякое. Трясет она головой. Но мы ушли от темы. Я ушел от тебя, а не мы ушли от темы. Давай, чеши отсюда. Так. Мне еще дверь надо открыть, кстати. А, его Гард зовут. Чем мне указалось, что Гавр? Гард. Вы знаете, мне нужен холодильник. Да-да, для трупа. Вы ведь хотите положить мне в холодильник труп, так? Поправить его. Нет, я хочу туда... Я хочу положить в холодильник очень важный труп. Нет. Ага. У него холодильник для еды вообще-то. Я не думаю, что он разрешит мне положить туда труп. Поправь его. Скорость реакции. Поправь его. Очень важный. Плевать. В моем холодильнике трупа не будет. Почему? Такой тупой вопрос. Почему? Потому что это заведение с питанием, а не морг. Поверить не могу, что вы вообще такое спрашиваете. Ну, как бы, да. Это ненадолго. И вы, лейтенант? Он поверить не может. Вы тоже просите? Нет. Ответ. Нет. Я не стану превращать это заведение в какое-то... Маккабрический цирк. Он вздыхает. Поговорим с продавщицей из Фрите. В принципе, я этого гарта так-то понять могу, наверное. Нынечку я эту дверь все так же не могу открыть. Я просто проверю, пока я здесь. Двер не поддается потрогать. На ощупь шероховатое, сделанное из... Старая кобальтовая краска. Наверное, под пальцами... Неровное под пальцами покрасили лет 40 назад. 50. Так, ладно. Да. С дверью мы ничего сделать не можем. Пойдемте во Фрите сходим. Она нам тоже не разрешит. Хотя у них аптека, в принципе. Но девушка из Фрите, она нам не разрешит. С другой стороны, она тупая. Возможно, это нам как-то поможет. Ну, так-то кто знает. А, я еще... А я пакетик сдавал, да, уже? То есть у меня бутылочек уже нету. Ладно. Так, 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 так. Мне кажется, с гартом у нас были шансы поговорить лучше. Черт. Давайте Ф5. Я не хочу к куну обращаться. Идете в задницу? Привет. Здесь есть холодильник? А, вон за вами. Она кивает в направлении жужжащего холодильника в углу. Мне нужно оставить тело на хранении. Она без остановки жужжает жвачку. Это шутка, да? Да, это была шутка. Прищурившись оценить габариты холодильника. Забудь, он туда не войдет. Нет, не шутка. Мне нужно оставить тело повешенного на хранение в вашем холодильнике. Ясно. Она смотрит на холодильник. Оно туда даже не войдет. Это вы в курсе? Вообще-то, холодильник со стеклянной дверцей в продуктовом и правда не лучшее место для хранения трупа. Жаль, красиво бы вышло. Да, ладно. А, она снова отыкается в журнал. Фрите, есть склад позади танцев в тряпье? Склад? Не знаю, может быть. Я особо не интересуюсь делами Фрите. Это важно. На ее лице ясно читается выражение бескомпромиссного подросткового скептицизма. Ладно, у Фрите нет склада. Только маленькая подсобка прямо здесь. Ясно. Она снова открывает журнал, не дожидаясь ответа. Ладно, черт с вами. Давайте я поговорю с Куном. Я об этом, конечно, пожалею. Раз десять, наверное. Но давайте. Блин, то дождь, то снег. Погодка, кстати, такая... Ну, это же ж тварь мне ничего нормального не скажет. Погодите. Я хочу сюда попасть наверх. Ты упустил классное зрелище. Сюда приперся кипт и разъ... Дерево в щепки. Он разфигачил дерево. Как в... Понятно. Кипт, кстати, это оскорбление по расовому признаку. Только дебилы используют такие слова. Поздравляю тебя, Куна. Ты выставил себя полным дебилом. Ха-ха-ха-ха. Вот это поверхностно. Дети раз, своя загадка куда сложнее. Жаль, что я не видел. Только... Да-да, давай так. Воба. Не, до 6, Куна. Это тебя душит. Душит. Мне удалось хоть раз оскорбить Куну. Смотрите, я уже не зря с ним разговариваю. Ладно. Никто, Куна, не душит. Он хватает за горло, как будто задыхается. Да, я тебя хорошо подушил, потому что нефиг. Реакционистским дерьмом пользоваться. Ну, давай вот так, ладно. Все, вернулась полная сила. И Куна пофиг на киптов и дебилов. Отпускает он горло. Давай нормально поговорим. Ну и что, какой фига тебе надо? Трупа кассовая, вот и снял. А, та-та-та-та-та. Давай поговорим нормально. Эмпатия. 3% Говорил с Куной. Плюс один. Куна тебя подавил. Минус один. Спасибо, блин. Давай кладывай свое дерьмо, свиномусор. Что ты знаешь об этом трупе? Да фига, говномусор. Что у тебя за вопросы? Не говори мусор, нифига, Куна. Сейчас тебе быстро нужно задать ему вопросы. Настоящие полицейские вопросы. Как полицейский. Где его остальная броня? Куна вообще пофиг на броню. Как так? Есть у Куна один недостаток. Он чертов мутант. Мутант? Да, сам пазырь указывает на тело. Звездец гормонов роста. Он же великан. В этой броне кто хочет утонет. Он впивается в виски пальцами странным агрессивным жестом. Куна вообще пофиг на эту обоссанную броню. Куна ее нафиг выбросил. Что значит выбросил? Куна примерил шлем. Он слишком большой. Он пинает воображаемый шлем. Но Куна и пнул его в море. Типа как в регби. Куна вообще на все это... Ты бросил его в море? А Куна вообще пофиг повторяет он. Куна вообще срал на материальную фигню. Куна монах. Монах без мо. Да? Хочешь до кого-то докопаться? Про броню спроси усатого говноеда из профсоюза. Усатый говноед из профсоюза. Вселенского трубадура у ворот. Так. Погодите. В каком смысле трубадура? Ну фига в сапогах. Ну знаешь, веселенького из профсоюза приходил сюда. Че-то о коровах нес. И сделал как ему пофиг на коров. Да, встречались у ворот. Он про мужчину в сапогах и веселой улыбкой. Маньяна, да. Это скорее всего он. Да, с ним говорю. Он прям тащится по броне. Пришел тут, прикидывался, что коров любит. Пытался позырить на броню Куна. Таинственный мессир. Зачем бы Куну вам так охотно это говорил? Хм. А ты мне... Да, 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 кстати. А, у Куны сегодня день благотворительности. День Куна. Куна пожалел вас двоих всратых мусоров. На жалость пробила. А все же подозрительно. Быть может у Куна на того мужчину зуб? А может это просто паранойя? И это не исключено, мессир. Драма, ты сегодня в ударе прям. Ты знаешь, кто это был? Это... Кунов. Он поднимает камень. Мишень в тире. Понятно. Он пытается не показывать, что не знает. То есть ты ничего не знаешь. Хе-хе-хе. Да, Куна вообще все знает. Куна просто не стукач. Он скорбительно качает головой. Так... Так и разводить Куна. Ты знаешь, как он попал на дерево? Сам забрался, наверное. Когда тут эта фигня случилась. Куна по делам шастал. Так, ты видел, как это случилось? Ты слышал, что я сказал? Вообще не был в Мартин... Я вообще не был в Мартинезе. Я даже не в Реваш... И даже не в Ревашоле. Город задирает у нос. Куна не торчит в захолустье. Ну и где ж ты был? Не знаю. Но в какой-то... Он наглядывается, пытается что-нибудь придумать. В Меске. Или, не знаю, еще где-то... Найт-Сити. Найт-Сити, привет. Да? Куна был в чертовом Найт-Сити. Нет никакого Найт-Сити. Звучит как название города из бульварного фантастического романа. Да, ребят? Нет никакого Найт-Сити. Все же мы прекрасно знаем. Это умышленное название. Да. Ну что ты, Куна, придолбался? Ты не был там, где Куна. Не был и Куна в башке. Хочешь знать, где был Куна? Хочешь знать, что он делал? Не говори ему, Куна. Это отстойще. Нифига не отстойще. Куна стоит... Строит... Город Куна. Найт-Сити. Город ночи. Город ярости. Вот и все. А, вот. И он не отстойный. Отстойще! Так называемый город Куна. Отфигись от Куна. Это все еще не об этом. Это все вообще не об этом. Логика. Про что это вычислить невозможно. По крайней мере, сейчас. Если эта тема важна, она еще всплывет. Сконцентрируйся на деле. Ты видел вокруг что-нибудь подозрительное? Да. Два каких-то мусора в мусоре копаются. Куна, это кажется едец подозрительным. Да, скажи этому, Куна. Как мы в мусорке копались вчера. Ага. Твоих рук дело. Ты о чем? Куда-зи? Он хватает за голову, будто внезапно заболела. Он говорит, что ты тупой, Куна. Они хотят тебя снова тупым сделать. Контузии? Это значит ушиб. Я про следы, которые вы ставили на нем камнями. Давай вот так вот. О, Куна помешал легавым говно нюхать, воспрепятствовал говненюханию. Он отпускает голову, ему внезапно становится лучше. Это царство Куна. Тут Куна правит. Бармочет лейтенант. Вернемся к этому позже. Ты испытываешь терпение. Так. Так, 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 так. Про тело говорить не буду. Вот, вы часто тут играете? Да, мусор, тут Куна играет со своей деревянной бибикой. Тебе-то фигали. Одежда покойная была в мусорном баке. Как она туда попала? Да нифига, Куна об этом не знает. Такая фигня недостойна, Куна. Мне нужно знать, вдруг это зацепка в расследовании. Возможно, кто-то поменял что-то на месте преступления. Давай вот так. Вот. О, слушай, слушай, перебивает он Куна. Пофиг на эти мелочи. Но слушай, Куна видел, что... Чем ты тут занят? В помойках роешься? Стыдоба. Куна может подогнать тебе нормальный шмот, типа того, что носит сам Куна. Он указывает на свои штаны твоего размера. По норм цене 500 реалов. Знаешь, куда бы ты пошел, Куна? Погоди. Вопрос был о том, что случилось с его одеждой. Должен ли ты был ее тут видеть? Чем так хороши твои штаны? Нет, Куна, ты ничего не знаешь о том, не меня... О том, не меняли ли что-нибудь на месте преступления. И штаны у меня и так есть. Вот так вот. Да и пофиг, Куна помочь хотел, но для... Но ты для штанов фаун все равно слишком жирный. Лестница, лазал по ней? Давай-ка вот так вот. Че, блин, кружка в мусоре, это опять твоя фигня про шмотки, что ли? Да, связаны ли с ним его вполне правдивые изображения? Та-та-та-та-та. Это необычная кружка, которую ни в коем случае нельзя вырывать из... Та-та-та-та-та. Давайте вот так. Российская кружка. А-а-а, Куна врубился к чему-то. Куна нас соображает. Взволнованно шепчет он. Ты к тому, что мусорам нужен фиг с кружкой, которому... Потому что этот фиг... Потому что тот же фиг, что и со шмотом. Не слышу, Куна, говори громче. Именно. Кто-то химичил на месте преступления. Прибирался тут. Ух, сурово, он на минутку задумывается. Кого-то отмудохают в подвале, а? Фига с кружкой прикуют к батарее. Он одобрительно кивает. Куна не знает, кто все это туда засунул. И знал бы, не стал бы стучать. Но если выяснишь, то может... Скажешь Куна, кто это? Ему любопытно. Он любит складывать 2,2. По его глазам и не скажешь, что он 1 плюс 1 сложит. Ладно. Ты сейчас мусорнешься. Куна хватит. Они подсаживают тебя на 100 качества. А она шипит еще злобнее, чем раньше. Отвали от моего Куна. Да. Отскакивает Куна. Мусорскую вонь всю приберите. Куна, менту не товарищ. Делайте свое дело и валите подальше. Лезть по лестнице лазил? Да, ты посмотри на эту фиговину, верещит он. Ты прикончить Куна хочешь? То есть, на твой взгляд, забраться... То есть, на твой взгляд, забраться по этой лестнице нельзя? Куна-то откуда, блин, знать? Куна, сраный акробат, что ли? Лейтенант что-то бегло записывает в блокнот. Куна, не лезь по ней, Куна! А что в той теплице? Без понятия. Пожимать плечами вам там. Раньше работала садовница Киптша. Кипт. Учреждение... Уничижительный термин, которым называют людей Южно-Семенинского и Ариопагитского происхождения. Когда-то это было распространенное имя среди Ильдмурдских архипед... Ариопагов сейчас встречается реже. Садовница? На самом деле она не садовница. Оказывается, посредница профсоюза. А Куна, ты здесь нафига говоришь? Куна, пофиг, кто она. Черт. Ты ждал, что донести ему эту информацию будет приятнее. Так ведь? Рассказываешь, что выяснил. Она не садовница. Ты знаешь, что на самом деле чувство удовлетворения. Наркотики. Не хочу наркотики. Ну или если не хочешь наркотики, то алкоголь. Алкоголь тоже приятный. Но это не наркотики. Это давно уже... Это давно уже, так ведь? Ты давно думаешь о наркотиках и алкоголе. Сладенькие наркотики. Любезный алкоголь. Фигня. Это все. Нифига не буду из этого брать. Хорошо. По крайней мере, полтос опыта получили. Ну да, урона немножко. Куна, вон там груда извечнита. Ого. Да просто какие-то кровельщики развезде оставили. Он что-то скрывает. Оставили какие-то... Ты что-то скрываешь. Мусор. Если бы Куна что-то скрывал, оно было бы скрыто, говорит он с нарочитой уверенностью. Понятно. Однако же не скрыто. Так, мессир? Вы заподозрили, а значит стоит глянуть еще разок на тот материал для кровли. Хорошо. Гляну. Спасибо. В будущем у меня могут быть еще вопросы. Пока сменим тему. 3% так осталось. Мне нужно холодильник. Нужно еще раз поговорить с тобой о теле. У меня есть еще вопросы по поводу места. Давай холодильник. Сфигали? Обратитесь к Куну Великолепному. Это ты правильно. Он кивает. ПТС выглядит старше. Куна знает один холодос, в котором хорошо морозить. Серьезно? Что-то не верится. Да, Куна все еще, вообще все знает. Куна дитя улиц. И где же тот идеальный холодильник? Риторика. 72. Мусорянский спешит. Но в чем тут профит Куна? Он скрещивает руки на груди. Как? Отобьется его инвестиция. Двор без трупа. Тебе что? Незнакомая гордость? А, вряд ли. Убедить Куна рассказать про холодильник. 72. Ну сработай, пожалуйста. Спасибо. Совершив убийство на его территории, кто-то открыто кинул вызов Куна. В его же интересах поставить этого человека на место. Какой-то офигевший говнюк считает, что может убивать в королевстве Куна. Сперва его не спросив. Как по мне, это беспредел. Куна обдумывает твой аргумент безмолвно, как и пристало королям. В глазах его тлеет темное пламя. Судьба преступника в твоих руках. Давай устроим показательную порку. Помоги мне засунуть его в трупноморозильное отделение. Лады. Куна тебя услышал. Видишь вот эту халупу? Он указывает на полуразвалившееся здание с книжным магазином. Когда ты смотришь ему за спиной, по телу пробегает холодок, а осыпающийся великан кидает на тебя свою тень. Да, вижу, высокое здание. Вот в нее пердох. И снова указывает, да поглубже. В каком смысле поглубже. В подвал, гребаный, зайди. Ты тупой что ли? Пацан закатывает глаза. Всегда заглядывай в странные подвалы, типа разведка. Там стоит офигенно большой холодос. Сто пудов лезет. Вот это словечко интересное. Он уверенно кивает. Выглядит как полярный медведь. Ну или типа того. Только не обоссысь, когда увидишь. Полярный медведь? Белый медведь? А как, напомню, попасть в само здание? Через книжные. Надо поклянчить у книжной стервы. Раньше можно было домофон набрать, заклинить его. А теперь книжная стерва не дает. А Куна начинает ничего не клянчить, да чтобы еще и туда не ходить. Поклянчить? А, у книжной стервы поклянчить. Ты тупой что ли? Он про книжные говорит. Нам нужно спросить. Он заглядывает в заметки. Плизанцию. Да, точно ее так зовут. Это мать девочки, продающей книги на площади. Надо спросить Плизанцию в книжном. Впечатляющая работа с заметками, лейтенант. Кстати, да. Видишь, очкос понимает, кивает он. Слушай, четвероглазого друга. Спасибо. Куна тебе ничего не говорил. Мусор серьезно смотрит на тебя. Но не забудь, где ты это услышал. Так ты же мне ничего не говорил. Три процента? Ну, понятно. Так. Он топчется по твоему месту преступления. Командует тут. И он тут давно. Он вообще здесь обычно гуляет. Нужно вытащить из него побольше. Он может пригодиться. Куна, ты гордость. О чем это? Нет, мерзкая дрянь. Заграда издает такие звуки, будто выкашливает комок шерсти. Как ее игра ненавидит. Я, в принципе, тоже. Ты ему про них рассказал. И теперь он знает, что ты отстойща. Нифига. Город не отстойщий. Это ты отстойку. Заманался защищать город ярость. И вот он машет руками в воздухе. Отфига. Ну, короче, отстань. Это тоже мудак. Прибавляет он, поворачиваясь. Ты хочешь подстебнуть? Куна нифига не обязана объяснять. Куна король. Он тут правит. Так фига ж тебе надо. Объясняться? Типа как? Объяснить смысл произведения какого-то авангардного произведения искусства, определившего время? Нет, не это интересно. Я не по части искусства. Ладно, валим отсюда. Хорошо. Мы нашли холодильник. Что уже классно. Кто сложил одежду в мусорку? Кто-то еще есть несанкционирован доступ к мусорке танцев. Найдите этого человека и узнайте. Кстати, кто у нас заведует всеми ключами? Кто дал нам ключ, который мы должны открыть дверь? Я вполне верю, что это маньяна. Хорошо. На этом мы пойдем выяснять уже в следующей серии. Пока что будем заканчивать. Спасибо, что были с нами. Всем удачи. Добра, бобра. Все молодушек. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok